Доброе утро, друзья! Это студия «Хорошего настроения» на телеканале СТВ. И напоминаю, что с 31 января вступили в силу изменения и дополнения в Кодекс об административных правонарушениях и процессуальный исполнительный Кодекс об административных правонарушениях. И больше всего нас интересуют изменения, касающиеся взаимоотношений с госавтоинспекцией. Именно поэтому мы пригласили к нам в студию сегодняшнего гостя, старшего инспектора по особым поручениям УГАИ МВД Республики Беларусь, Станислава Соловья. Станислав, доброе утро вам! Доброе утро! Скажите, что касается изменений, что вообще вызвало их в жизни? Назрели. Назрели они таким образом? Ну, скажем так, жизнь меняется, все меняется, количество транспорта, технологии меняются. Поэтому, в принципе, если раньше, скажем так, талон к водительскому удостоверению изначально был придуман для того, чтобы фиксировать нарушения, которые предусматривают повторность, то теперь, по сути, с большего эта функция отпадает, потому что у каждого инспектора есть возможность практически мгновенно посмотреть всю историю автомобилиста, то есть водителя. Также талон раньше использовался, например, для того, чтобы в качестве гарантии уплаты штрафа, то есть забирают талон, он идет, нарушитель оплачивает штраф, приносит квитанцию, отдает талон. Теперь опыт, пробный опыт так называемых пятидневок, когда давали возможность заплатить водителю в пятидневный срок минимальный штраф, показывает процент взыскаемости достаточно высокий, что люди осознают, платят. И поэтому мы уже перешли к следующему этапу на сегодняшний день, когда водителю, который согласен с нарушением, и эта статья предусматривает, выносится минимальный штраф, постановление на месте и дается целый месяц на то, чтобы уплатить минимальный штраф. То есть это скорее послабление, да, какие-то для водителя, чем ужесточение? Да, также есть и для недобропорядочных водителей такой момент, что по истечению месяца сумма штрафа возрастает на две базовые величины, это достаточно нарушительная сумма. Поэтому таким образом стимулируется нарушитель оплатить штраф, задуматься о том, что все-таки ему придется оплатить штраф, чтобы не платить больше. С одной стороны, это сделано для удобства самого нарушителя, минимальный штраф можно по интернету с помощью системы ЕРИП заплатить. Ну и в принципе мы видим, что достаточно большинство все-таки положительно отзывается об этом. И перед принятием этих изменений был соответствующий опрос общества, слушали все заинтересованные, министерства, ведомства и так далее. Слушайте, я хочу еще уточнить по поводу талона. Означает ли это, что в ближайшее время наша пачка документов станет тоньше? Это, наверное, будет в ближайшее время, потому что талон, так сказать, наверное, уже изжил себя в принципе, и его необходимость наличия, то есть отпадает необходимость его наличия. Оставь для потомков, да, будешь потом красоваться. Надо будет сдать. Это документ. Ну хотя бы сфотографируй, да. А что касается бесправников, которые повторно оказались замечены в этом, вот у них прям действительно сразу их арестовывают или есть какие-то варианты? Или это как уже крайняя какая-то мера? Ну да, действительно были внесены изменения в статью, где предусмотрена ответственность для людей, которые не имеют права управления. Причем это касается и тех, которые не получали водительского удостоверения, и те, которые лишены на какой-то период. Это вызвано тем, что достаточно много проблем бесправники все-таки создают на дорогах. Мы видим, что иногда подростки берут автомобили, юноши, не имея водительского удостоверения. Многие лишенники, которые, так сказать, правовые нигилисты много раз попадались за рулем в нетрезвом виде, ездят без прав, и повлиять на них очень сложно. У них есть возможность, например, оплатить штраф многократно, и они пользуются этим, постоянно ездят, нарушают, и в итоге очень часто это приводит к беде. Поэтому сама жизнь, наверное, диктует эти условия, и на сегодняшний день в финансовом плане ответственность для водителей без прав осталась та же в том плане, что первый раз штраф составляет от 5 до 20 базовых величин, повторно в течение года до 50 базовых величин. Но теперь за повторность в течение года добавили также нарушитель, может быть, подвергнут административному аресту сроком до 15 суток. То есть и штраф, и арест, и плюс еще арест. Штраф или арест будет определяться, причем суды будут принимать решения по поводу ареста. Конечно же, не 100% нарушителей будет сразу, скажем так, арестовываться, будет смотреться по кодексу, выясняя все обстоятельства, смягчающие, утечающие и так далее. Танислав, смотрите, вот есть у нас здесь одно сравнение. Ранее за отсутствие водительских документов штраф составлял от 0,1 до 2 базовых величин, сейчас у нас 24,5 рубля. Но теперь водитель может быть привлечен к ответственности по части 5 статьи 18.22 КАП и иные нарушения. Растолкуйтесь, пожалуйста, потому что, с одной стороны, как бы не штрафуют за отсутствие прав, но привлечь могут. Скажем так, немножко упростили ответственность, уменьшили ответственность, наверняка большинство будут предупреждать, но, тем не менее, на сегодняшний день все-таки еще есть необходимость, и на законодательном уровне это прописано, все-таки иметь при себе документы. Поэтому документы нужно иметь при себе. Может быть, когда-нибудь в ближайшее время мы дойдем до того, что будет у сотрудника, например, сканер сетчатки глаза или отпечатка пальца, и не надо будет вообще ничего, и будем сразу и физическое состояние выяснять, и документы, и подноготную все. Но пока есть такая необходимость, поэтому, соответственно, есть ответственность. Что касается европротоколов знаменитых, которые сейчас стали очень популярны, и, в принципе, наверное, это хорошая тенденция, да, когда люди решают свои вопросы, свои проблемы. Ну, если, естественно, нет никаких последствий самостоятельно между собой, это для госавтоинспекции выгодно, удобно? Это, скажем так, выгодно для всех, и для водителей, и для госавтоинспекции, и в целом для налогоплательщиков в том числе. Потому что и опыт разных стран показывает, то есть действенность – это моменты, когда по так называемым европротоколам оформляют дорожно-транспортные происшествия. Значит, что изменилось? На сегодняшний день, если люди на месте составляют европротокол, то они уже считаются, что не подвергнуты административной ответственности. Что касается статьи, которая предусматривала ответственность за совершение ДТП, то там были изменения, и на сегодняшний день по этой статье за совершение ДТП, где предусмотрен штраф до 30 базовых или лишение до 2 лет, предусмотрен только в тех случаях, когда в ДТП пострадал человек, легкие телесные повреждения, и по заявлению пострадавшего. Если уже тяжелые, значит, более тяжелые последствия травмы, это уже уголовная ответственность, в рамках уголовного дела выясняются обстоятельства. А что касается мелких ДТП, так называемое железо, где, например, автомобили просто получили механические повреждения, то в этом случае водитель будет привлекаться за нарушение правил дорожного движения, которые привели к этому ДТП. Например, проехал на красный сигнал светофора, врезался, привлекают за нарушение требований сигнала светофора. Перестрелся, притер, опять же, да? Совершенно верно, потому что раньше было немножко по-другому. За, казалось бы, незначительные ДТП царапины грозило достаточно серьезные штрафы, вплоть до лишения права управления транспортными средствами. Ну, конечно, за мелкие ДТП не применяли максимальные санкции, но, тем не менее, на сегодняшний день и, в принципе, все участники дорожного движения говорят о том, что это упростило. Какие еще инициативы исходят от наших сотрудников ГАИ в плане изменений, модернизации, в плане либерализации, что ли, и правил дорожного движения, и административной ответственности? Ну, пока рано говорить о каких-то изменениях, которые мы планируем, потому что решения все применяются, продумываются, скажем так, коллегиально, всеми заинтересованными, министерствами, ведомствами, гражданами, ГАИ, потому что, возможно, то, что хорошо ГАИ, может, не совсем хорошо для всех остальных. Если мы примем, например, такой закон, что все будут ехать со скоростью 10 км в час, да, не будет аварий, погибших, то есть мы как ГАИ за, но это создаст определенное неудобство для остальных. Поэтому ничто не стоит на месте. Мы планируем, что наши дороги будут, скажем так, улучшаться по качеству, что люди будут более сознательными, а сотрудники ГАИ все реже будут общаться с нарушителями. Станислав, огромное спасибо, что нашли время прийти в студии «Хорошего настроения», разъяснили нашим автолюбителям, да и не только, все нюансы, которые, возможно, были непонятны в связи с изменением КААП. Хочется пожелать и вам, и нам безопасных дорог, соблюдения права дорожного движения, чтобы дорога была нам только в радость. Спасибо огромное. Спасибо вам. Я напомню, что нашим гостем сегодня был старший инспектор по особым поручениям УГАИ в этой Республике Беларусь Станислав Соловей. Мы прощаемся с нашим гостем, проводим его и вернемся к вам.